Работа столовой в школе села Богословка стала проще и приятнее, благодаря переоснащению, которое здесь провели совсем недавно. Так, например, на кухне появился параконвектомат, что дало новые возможности поварам. Заменили и другое устаревшее оборудование. Если жарочный, что здесь маленький у нас, от двухсекционный, то здесь у нас плиты уже тоже идут, так же жарочный шкаф, мы там подготавливаем так же котлеты, то есть котлеты и все остальное. Поэтому это очень большой подспорье, и у нас, ну, как бы времени уже сократилось, как и не так, как раньше было. Мы успеваем, мы приготовляем, и, естественно, пища у нас лучше получается, быстрее. В 2022 году по поручению губернатора на модернизацию пищеблоков было выделено более 50 миллионов рублей. В итоге новое оборудование появилось в 62 школах региона. Список был утвержден, оборудование, которое закупалось по становлению правительства Пензенской области. Основной упор у нас шел на новые параконвектоматы, на новые мойки, на новые разделочные столы. И то, что традиционно ждали в наших пензенских школах, это наши новые плиты. Внимание уделили не только питанию школьников, но и учебному процессу. Только в этой школе открыли три точки роста. Теперь ребята занимаются биологией, физикой и химией в современных лабораториях. Здесь установили оборудование, которое позволяет на практике проверить все то, что написано в учебнике. У нас так же было в прошлом году, до того, как они поступили. Мы тоже в основном теорет изучали. А теперь мы это довольно часто на практике проходим. В прошлом году в Пензенской области открыли 22 точки роста, а всего в регионе их уже более 70. Это делается в рамках национального проекта образования. Поставлено самое лучшее и новое цифровое оборудование, для того, чтобы дети могли изучать те или иные предметы. И самое главное, то, что все это оборудование поставляется в сельские школы. Не только в школы города, а еще и в сельские школы, где довольно-таки много ребят, обучающихся, которые нацелены на развитие и изучение окружающего мира. Эта работа продолжится. До конца года в Пензенской области планируется открыть еще 21 точку роста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!